Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников Абрахам Янсен ван Нуйсен. Абрахам Янсен родился в 1567 или 1575 годах. Умер до 25 января 1632 года. Был фламандским художником. Наиболее известен своими великими религиозными и мифологическими произведениями, которые демонстрируют влияние Караваджо. До возвращения Рубинса из Италии он был ведущим художником-историком в Фландрии. Я зачитываю википедию переводную. В отличие от других художников таким же именем, он назвал себя Абрахам Янсенс ван Нуйсен. Абрахам Янсенс родился в Антверпеле. Существует некоторая неопределенность в отношении года его рождения. Раньше считалось, что он родился в 1567 году, но сегодня принято считать, что его годом рождения был 1575. Абрахам Янсенс стал учеником Яна Неренко в 1585 году. Он отправился в Италию, где жил в основном в Риме, между 1597 и 1602 годами. В Италии он принял некоторые стилистические элементы у Караваджо. Вернувшись в Антверпен, вступил в гильдию Святого Луки в 1601 году. И уже с 1606 руководил Антверпенской гильдией художников. В 1602 женился на Саре Геткинг. Она умерла через 3 года, 1644, от которой у него было 8 детей. Пятеро из которых были живы на момент ее смерти. Мария Анна, будущая жена Ян Брегель-младшего. Сара, Екатерина, Лукреция и Авраам Второй. Это дети. В начале 1600-х годов начал получать много заказов. До возвращения Рубенса в Антверпен в 1608 году он считался, пожалуй, лучшим художником-историком своего времени, работавшим во Фландре. После того, как Рубенс стал доминирующей силой в производстве больших алтарей на рынке Антверпена, Янсенсу пришлось искать заказы на крупные монументальные произведения у провинциальных меценатов. Янсенс присоединился к конференции романистов в Антверпене в 1610 году. Конференция была обществом антверпенских гуманистов и художников, которые побывали в Риме. Разнообразные и высокие должности, которые занимали члены конференции, предоставляя ему хорошую возможность встречаться с потенциальными покровителями. В своих религиозных картинах, среди которых «Погребение Христа» и «Поклонение волхвов» являются наиболее значительными, он уже проявляет себя как предшественник Рубенса с точки зрения колорита и размера изображения, а также в отдельных аллегориях, в то время как его мифологические картины более холодны и бледны по тону. Поздние работы Янсенса считаются менее убедительными. После 1612 его стиль живописи, как и стиль других его коллег из Антверпена, попал под сильное влияние свободного стиля рубеносовской живописной техники. Картины Янсенса полуфигурами по-прежнему считались новаторскими и влиятельными. В то время как его религиозные картины пользовались успехом, Янсенс умер в Антверпене. Среди его учеников были сын Авраама Янсенс II, Джованни де Филиппа дель Кампа, Мишель де Сублео, Николя Ренье, Жерар Сегерс, Теодор Ромбоу и Стивен Уиллс. Ну вот еще данные, что Янсенс поставил подпись Янсенс Ван Нуйсен на нескольких своих изображениях. Считается, что Ван Нуйсенс была фамилией его матери и что Янсенс добавил ее к своей подписи, чтобы отличаться от своих тезок, поскольку фамилия Янсенс была очень распространена во Фландрии 17 века. Ну вот все, что мне удалось найти в интернете, переводной википедии об Абрахаме Янсенсе, фламандском художнике, который известен своими религиозными и мифологическими произведениями. Пока-пока, до свидания.